В свободное плавание уходят цены на основные продукты. С 1 июля Кабмин больше не будет регулировать торговые наценки на муку, хлеб, яйца и свинину. Чего ждать от вольного стиля поставщиков и торговцев и как выплывать украинцам в таких условиях, выясняла Ирина Романова. Бессарабский рынок в центре столицы. У прилавков с домашним снадобьем редкие покупатели. Любитель сала Владимир жалуется. О том, что с сегодняшнего дня правительство отпускает цены на продукты, в частности на свинину, в свободное плавание, Владимир слышал, делает свой прогноз. У нас какая-то тенденция. Если уже пошло выше, ниже оно не будет. Как уж доллара. Тоже самое с ценой на продукты питания. Кроме свинины, торговые наценки больше не будут ограничивать на муку, хлеб, макароны и крупы. Сахар, говядину, мясо птицы, вареные колбасы, а также молочку, сыр, сметану, масло и яйца. В целом на 15 групп товаров. Теперь, говорится в постановлении Кабмина, субъекты хозяйствования будут устанавливать стоимость в режиме свободного ценообразования. Отменить госрегулирование правительство решило из благих побуждений, чтобы снизить административное давление на бизнес и избавиться от чрезмерного вмешательства государства в экономику. Бюрократии может стать меньше, да и жизнь производителей и торговцев упростится. Последнее, кстати, на Кабминовское новшество пока не отреагировали. Цены, говорят, на птицу яйца и молочку не поднимали. Но в перспективе, прогнозируют эксперты, ситуация может измениться. Для споживания, как бы, короткостроковый, с перспективы, это, возможно, не значило, подвышение, но вероятность этого мало. В долгостроковой перспективе, наоборот, можно ожидать на большее, скажем так, сбільшение пропозиции с боку вырубников, а с боку, сбільшение пропозиции, вночь не отримает тесную цену. Уже начиная с сентября мы увидим действительно какие-то ценовые колебания, и они будут уже достаточно существенны. Стоит ожидать действительно роста цен только на определенные такие-то товарные группы, такие как хлеб, такие как мясо. Сейчас, к сожалению, возможна спекуляция. Мы можем за короткое время, за тот же самый месяц, увидеть повышение цены на 30-50%, потом снижение цены произойдет, но фактически спекуляция произойдет. То есть кто-то уже на этом заработает. За последний год цены продукты без отмены госрегулирования выросли на 16% больше, чем инфляция, и уже достигли европейского уровня, говорит эксперт. Хотя в той же Европе рост стоимости товаров не может превышать 5%. И даже эти 5% находятся под строжайшим контролем государства. Ирина Романова, Василий Миновщуков, подробности, телеканал Интер.